Что он в чем-то постоянно виноват, да? Для этого существует множество легко исполняемых способов, во-первых, зайти в отдел, посмотреть, так вот постоять, сделать прям такое лицо, сказать «ну-ну» и выйти, да? Поверьте мне, два часа следующих отдел будет обсуждать, что босс имел в виду, да? А работать он не будет. Если вы думаете, что после этого он начнет стараться или не работать, то это большое заблуждение, да? Да, так что, так, аккуратно. Нет, выходить нельзя, короче. Нет, входить можно, руководитель просто должен очень хорошо вести себя, как правило, святей Папы Римского и очень аккуратно следить за коммуникацией или фильтровать базар. В западном менеджменте просто как бы совершенно другие акценты по поводу управления, да? У нас управление, считается, происходит, как мы говорили, как-то само-самой. Раз есть я начальник и я в компании, следовательно, я управляю, да? Я мыслю, значит, я существую, да? А для западного менеджмента это совершенно отдельный процесс. Человек к нему и готовится, да? Он не воспринимает это, что автоматически его нахождение делает его руководителем. Поэтому вот отсюда подготовка к межличностной коммуникации и нам какую-то часть от этого неплохо бы взять, да? Вот, по крайней мере, очень внимательно следить за своей речью, за интонацией, особенно с людьми с разбухшимами. И при этом не важно, что вы имели в виду, а важно, что человек поделал, о чем он почувствовал, да? Потому что на его поведение оказывает роль его, как бы, впечатление, будьте здоровы, а не наше, да? Вот, поэтому следует быть весьма аккуратным. А вот теперь давайте попробуем заполнить проблемы эгоцентризма. Слева обозначены положительные качества руководителя, а справа мы сейчас запишем, что будет, если их умножить на разбухшее «я». Да? Ну, ведь это положительные качества, положительные. Итак, давайте разбираться, во что превращается уверенность? Записывайте. Скорость во что превращается? Торопливость, поспешность, конечно. Острота ума, грубость, резкость. Человек, знаете, как отбревает других часто, да? Срезает бдительность, ну, в паранойю. Да, внительность, паранойю, да. Да нет, лояльность часто вот фанатизм как раз перерастает, к сожалению, да? То есть человек, как бы, гипертрофированно занимается какой-то одной стороной жизни, забывая про другие стороны. Со временем это его убивает, значит. Западники, братья, по-разному давно уже понимают, что если у человека жизнь сложена относительно негармонично, то работает он плохо. Это очень недолговечивая, человек выгорает. А когда человек выгорает, он, во-первых, становится неэффективным, во-вторых, часто ищет другое место работы. Человеку уже это очень свойственно, да? Убегать от себя. Вот я пришел в это место, я работаю, да? Допустим, я, как бы, в итоге выгорел то, что называется. То есть я чувствую себя несчастным, неудовлетворенным. Качество жизни свое я считаю плохим подсознательным, я вряд ли рассматриваю этот термин, да? То есть я несчастен. И в этом месте я вряд ли буду пересматривать, к сожалению, свои навыки, или почему я несчастен, да? Или какие мои действия к этому привели. Первое, что приходит в голову, на кой черт мне эта компания? Надо искать светлое будущее, или как у Горького на дне, это правильную землю, где мои таланты будут оценены по достоинству. Я буду работать 8 часов, босс будет добрым, внимательным, понимающим, внимательно прислуживающимся к моим советам, с радостью следующим. Иногда нам кажется такая праведная земля, такая некая легенда о праведной компании, да? И когда мы здесь исчерпываем свои ресурсы, мы стремимся ощупью найти на рынке такую компанию. Конечно, находим. Потому что когда нас хотят привлечь на работу, нам так и рассказывают. Правда? Если мы говорим о роли руководителя в этой ситуации, как раз его руководителя в том и заключается, чтобы помочь подчиненному разобраться в его проблеме, если он ценен, стоит этого, да? Вопрос рентальность. Если подчиненный того стоит, то как раз задача босса, есть такой термин «коучинг», да, персональное тренерство, оно относится больше к местным специалистам, но любой руководитель должен развивать себе навыки коучинга, то есть помочь его разбираться в его проблеме. Это, кстати, наша обязанность. Другой вопрос, если мы не умеем в себе разобраться, где уж нам других-то разбираться, да? Извините, я говорю со взрослыми людьми, да, без каких-то экилоков, да? Я считаю, что мы на семинаре говорим прямо о вопросах, да? Поэтому я говорю, если мы не умеем разбираться в себе, то где нам разобраться с другим? Та ошибка думать, что с себя трудно, с другими легко. Ключ к управлению другими в управлении собой. Человек, не умеющий управлять собой, никогда не сможет кем-то управлять. Первым делом научись управлять собой, потом будешь управлять другими. Да, так что вот, к сожалению, помочь разобраться, проанализировать, иногда показать человеку, что он как улитка свои проблемы уносит с собой, и от переменной мест эти проблемы не исчезают. Если он на себе тащит этот домик, он их принесет и туда, да? И очень быстро там возникнет та же ситуация. Скируя того же Эйнштейна, если вы ожидаете других результатов при тех же методах, то вы сумасшедший. Есть, но на этом поле очень много шарватанства. Как и на любом, к очень другому обучению, честно говоря. Торговцы в счастье, как нигде, именно в сфере поднятия самооценки, приобретения харизмы, там как раз пузырей. Запрос большой, поэтому предложение много всего. Торговцы счастья. Ну, хорошо. Я не говорю, что они плохие, там разное есть. Но с другой стороны, если мы не можем человека отправить на тренинг, да, и мы не хотим его отправиться, по крайней мере, босс всегда должен обладать навыками первой помощи. Понимаете? Есть больница, есть госпиталь, да, есть амбулатория. Но мы работаем с человеком каждый день, поэтому мы должны уметь не наносить ему травму без должной той необходимости. Я тут кратко процитирую идею. В одном из глянцевых журналов было дано 12 определений джентльмена, да. И одно из них звучит так. Джентльмен – это человек, который не оскорбит другого ненамеренно. Руководитель – это человек, который не наносит боли ненамеренно. Он ее наносит тогда, когда это носит. Вот, а ненамеренно не наносит, да, поэтому надо быть аккуратным. Окей, лояльность понятна. Контроль? Ну да, фактически гиперконтроль, когда уже передавливание, да, когда опелка. Контроль часто перерастает в опеку. А проблема в том следствии, что опека приводит к безответственности и пофигизму. Как только мы начинаем опекать подчиненных, да, они равновременно расслабляются. И, ну, пример гиперопеки, если позволите, когда босс напоминает подчиненному, не забыл ли он, что ему надо там что-то сделать. Да, это пример гиперопеки. То есть мы тогда секретарем работаем при нашем сотруднике. Не забыл ли он, что у него встреча с боссом? Не забыл ли он, что он должен отчет вовремя сдать? Это ничего вообще контроля не имеет. Это именно гиперопеки. И когда говорят, вы не знаете наших людей, они иначе ничего не сделают, я говорю, так это вы все пустили. Человек ведет себя так, как ему позволяют обстановку. Руководитель — часть обстановки. Если человек без вашего напоминания позволяет себе забыть ваше задание, кто же создал такую атмосферу без ответственности, видимо, вы сами. Решительность. А что перерастает? Горичность. Какие горячности. Первый признак ограничений. Когда человек априори отметает возможности размышления и вариантов, когда он очень ограниченит себя жесткого ресурса. И решается о возможности развиваться. Вообще себя, компанию, фотосессу, категории. Ну, я не беру 10 заповедей, это отдельная тема, но менее радикальные вещи. Все-таки не стоит отвергать категории. Никогда. Упорство на что перерастает? В упрямстве. В упрямстве. Обаяние? В манипуляции. В манипуляции часто. Да, в нарциссизм, в самолюбовании, в манипуляции. Кстати, обаяние, перерастающее в манипулятивность, немножко сродни, вот мы говорили о разбухшем эгое, стремлении вызвать похвалу. Есть такое свойство, хотите пометьте это себе, называется гиперлобильность.